Я им скиду варианты, и они пропадают. Все восемь? Да. Вы должны думать, а не я. Она не умеет. Вам видно видосы вначале, да? Вот с таким вот этим. Так ракурс некрасивый. Так ракурс некрасивый. Мы как бы друг другу подходим по пониманию жизни. Вы меня также будете обнимать. Рада была, что вы поговорили с моим другом. Все-таки другом, да? Мы ищем сейчас земельный участок в Казани. Теперь немного про башки. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? У меня до начала признание небольшое. Я вообще волнуюсь. Признавайтесь. Меня зовут Настя. Да. Все? А, это было признание, да? Нет, признание, то что я волнуюсь говорить. А, елки-палки, я думал, что сейчас скажут. Хорошо. Настя, где вы работаете? Давно ли вы были за работу релка? Из этого сперва. Я работаю в код, в фонтажах. Смотрите, Настя реально волнуется. Однако Настя взяла и руку подняла, и сама вышла. Правильно сделал, да? Потому что когда ты на сцене, это развивает значительно сильнее. Когда ты звонишь клиенту, это развивает значительно сильнее. Значительно слабее развивает, когда ты в тишине сидишь и готовишься. Мозг вам часто говорит, не надо. Но он же не хочет, вы задумайтесь. Тело, вот если вы против тела работаете, ну как-то вот телу вообще комфортно находиться в состоянии покоя. Или медленно ходить, или медленно лежать. Держите, да? Вот держите, за руку. За меня. Зато. Что сказать, можно? Нет, я не знаю. Я скажу, можно. Так вот, мы ищем сейчас земельный участок в Казани. Пример молодой семьи, комфорт-класс. Где будем брать? В общем, у меня есть покупатели 8, с которыми мы как бы разговаривали по телефону. Что там 8 покупателей? Да, но они такие плавающие. Мы с ними поговорили с телефоном, обсудили локацию, где они хотят дом, в каком ценовом бюджете. Я говорю, все, давайте до связи в WhatsApp'е. Я им скиду варианты, и они пропадают. Все 8? Да. Может, они друг друга знают? Не знают. Хорошо. Ну, с одним удалось выехать, посмотреть дом. Ну, они же хотят готовые дома. Ага, ну давайте сейчас будем думать. У вас есть телефон рядышком с ними? Отпустила меня пока. Я переключил, а то хорошо уже легче. Итак, скажите, у вас такое бывает, правильно? Вот, пропадают. Коллеги, и у моего отдела продаж так бывает. Напомню, у меня два вектора. У меня несколько бизнесов. Leader Kids, это детский садик. Том Хант, кадровое агентство. В 2007 году я его запустил, 16 лет ему. Мы были шестыми в рейтинге журнала про него персонала в Москве на пике нашей работы. Сейчас тоже работаем, продолжаем. И, ну, основной бизнес, это Якуба Консалтинг. Мы строим отделы продаж и обучаем продажам. Вот два варианта. Для руководителя собственников строим и дожим у клиента, именно дожим у клиента обучаем. Не еле-еле продажам, знаете, такое, начиная там с еле своронки, с этапа продаж, а прямо именно действиями, которые помогают решать вопросы с клиентами, дожимать и переводить их на следующую стадию. Этично, по-доброму, хотя агрессивно маркетологи наши назвали дожим клиента самоназвание. Поэтому мы сейчас и будем дожимать ваших клиентов, которые потерялись. Знаете, я обожаю клиентов, у которых нет аватарки в WhatsApp. Ну да. Вот это значит, они вообще не парятся по этому поводу. У них чисто для переписки. И, соответственно, часто бывает такой уровень игнорирования довольно высокий. Это я понял, вы все пишете, да? Это вы все пишете, пишете, а он не отвечает, да? Это я разом скину. А, это вы разом все скинули, да? Просто разные варианты тамо, да. Да, я понял, вы все скинули, а он еще и до сих пор не прочитал. У него просто уведомление не читается, ну, значок не ставится. Может быть, и так, да. Может быть, а может быть, доставлено и не прочитано. Тут два варианта. Нет, я созванивалась с ним после. А, он сказал, прочитал, да? Он обещал посмотреть. Знаете, когда мужчины обещают посмотреть. Так, ну что, Булат. И когда у вас коммуникация с ним была? На прошлой неделе. На прошлой неделе. Это было воскресенье, да? Я вижу, воскресенье. А, вот четверг и воскресенье. А сегодня у нас? Среда. И вы с ним встречались уже, да? Нет. Не встречались? Он сам обратился к вам? Да. Давно? Четверг. Четверг. Ага, и вот, соответственно, прям поставил задачу, но никуда не ездил, верно? Так свеженький совсем клиент, но он пока не отвечает. Четверг, сегодня уже среда, прошло шесть дней. Вероятно, что он, давайте выбирать варианты. Что с ним могло произойти, если он не реагирует? Перехватили его. Перехватили его уже, потому что вероятно, что он обратился не только к вам, а к другим. Высокая? Вероятно. Так, второе. Что еще? Заболел. Заболел. Хорошо. Сорвала своя сделка, не продал. Или третья, он просто мониторил. Или он просто передумал. Или жена сказала, давай строить сами. Я нашла, тетя участок продает. Вообще, что угодно могло произойти, и это что угодно мы должны узнать. Два варианта. Или вы позвоните, или я позвоню. Выбирайте, что вы помешаете. Вы. Я позвоню. С вашего телефона или своего телефона? С вашего? Да, если с вашего, то... Не, давайте уж со своего, держите. С вашего. Он не берет трубки, наверное. Я берет. А берет, да? То интересно будет такой. Раз, я звоню с вашего. Привет, а это Владимир. И фотку скидываем, как вы меня задержите. Да. У него сразу все просто отпадает. Якуба на ютубе. Якуба на ютубе. Алло, Булат. Алло. Булат, добрый день. Владимир. Владимир Якуба меня зовут. Я к вам, в общем-то, по такому... По рабочим вопросам звоню. Есть буквально пара минут? Сейчас можете говорить? Замечательный дом. Ну да, могу. Да, моя коллега Анастасия с вами созванивалась. Вы где-то в четверг уточняли у нее по поводу дома покупки, земельные участки, дом бы хотели. Да, да, по-моему, уточнял. Это где? Ну, у нас в Высокогорском есть, в Чебоксах есть. Ну, там, несколько вариантов, которые строим. Причем я от застройщика сам. Тут все такое максимально прозрачно. Можем с вами звонить на следующей неделе? Конечно, конечно было. Да, да. Единственное, позвольте прям два уточняющих вопроса, можно? Да, да. Второй вариант. Второй вариант. Ага, а проект, кстати, уже есть, да? Ну, или там, на финале? Проект, да, есть, есть. Круто, круто. Тогда вопрос, чтобы на следующей неделе я был готов. Можете мне в WhatsApp его скинуть? Ну, или Анастасия, мы обсчитаем, ну, там, примерно хотя бы, рамки. И тогда уже подойдем ближе к принятию решения. Ладно, хорошо, хорошо. Давайте, давайте. Ну, и тогда второй у меня вопрос уточняющий. Вы реально хотите уже в этом году решение принимать, да? Там, стройку? Ну, пока думаем, вот, сейчас, я думаю, нормальный вариант купить участок и на следующий год начинать стройку. Правильно, правильно. Мне пока, наверное, участвуют только, наверное. Стройку, наверное, начнем только. Ну, конечно, не в зиму строить, конечно. Тут или готовые уже брать, ну, знаете, какой-то фундамент, там, или сваи, или уже сделаны, там уже можно строиться. У нас есть такие, но просто, если подойдет участок. Кстати, они стоят примерно как участок, там, с фундаментом, понимаете, там, не, ну, добавляется не так уж и много. Или же, правильно, взяли участок, все с коммуникациями решаем, все с документами решаем, все, там, разрешение, если ИЖС на земле, ну, как, все, как положено, под ваш дом сразу же. А сколько метров, кстати, у вас, Булат? Что, это квадратов? Да, да. Дом, что ли? Угу. А где-то минимум 150. 150, нормальный вариант. У вас семья, да, Булат? Да, да. Ага, 4 человека? Пока 3. А, пока 3, ну, молодцы, идете к 4. У меня 4, и это хорошая цифра, но надо потом и больше, и как пойдет. Все, тогда, кстати, есть приоритеты, далеко ли от Казани, или в самой Казани, вот, локации? Нет, 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 желательно высокая гора. Ну, как раз у вас там варианты есть, вот я поэтому с Анастасией, она, кстати, скидала несколько вариантов. Все, давайте так, что раз с Анастасией коммуникация, мы в паре работаем просто, раз с Анастасией коммуникация идет, тогда она сейчас еще раз маякнет, скинет улыбочку, типа, жду проект. Вы скидываете проект, и все, выходные вас не дергают, мы как раз обсчитываем. Ну, я просто рамки вам назову, то есть это будет не окончательно, там будут вопросы по материалу стен, всему, там, крыши. Кстати, есть какие-то предпочтения, из чего строить, там, красный кирпич, там, дерево. Ага, ну, который у нас, татарстане делают, да, я имею в виду? Да, да, да. Ага, вот этот полый, да, ну, шикарный, керамический, который, да? Четверку, пятерку, там, поширен, тройку, там. Вот, об этом пока не знаю. Ну, порассуждаем, порассуждаем, если с утеплением, там, в общем, там разные конфигурации есть. Все, понял, Влад. Тогда до звонка, кстати, а вы с вами в Казани постоянно, да? Постоянно в Казани, да. Слушайте, а у меня тогда такая идея, а как смотрите на то, чтобы, может быть, к нам приехать, и в офисе все просчитать? То есть мы подготовим и уже все обговорим? На понедельник точно не получится, потому что я на командировке. А, ясно. А не в Казани. Когда возвращаетесь? В субботу. В субботу. Ну, все, тогда давайте на понедельник предварительно, нормально? Да, понедельник с вами. Хорошо, хорошо. Тогда Анастасия в понедельник с утра наберет, а там дальше уже запланируем встречу и познакомим. Я попрошу, чтобы у нас кто-то из инженеров был, или кто-то, кто у нас по строительной части, чтобы ответы были максимально компетентны, чтобы вы сразу ответ получали емкий на свои задачи. Да, ну, хорошо. Все, до звонка. Вам хорошей командировки, раз знакомство, Булат. И до понедельника. Хорошо. Все, добро, пока-пока. Якуба на ютубе, якуба на ютубе. Что у вас там не получается? Нормальный Булат такой, да. Все хорошо, что вы мне легких клиентов даете, а? Я привык, которые посылают там сразу. Что звонишь, чморят меня. Ты никто. Что это такое? Я знаю, Надь. Ну, в общем, по-моему, получается так. Так, алгоритм, который был у вас до меня. Это, в кого вам обратился клиент в четверг? Вот четверг. Прошлый четверг, да? Да. Прошлый четверг. Сегодня, напомню, среда. Сегодня среда. Вы в четверг с ним поговорили по телефону, правильно? Да. Плюс 7 нарисовал. По телефону поговорили. Плюс отправили ему чего-то в WhatsApp. Вы ему отправили в WhatsApp. Вот я просто видел там вот столько вариантов. Вот столько текста. Вот столько вариантов. Сиди, выбирай. Он такой прямо, е-мое, чего ты? Что тут смотреть такое вот? Походу, может, еще и не прочитал все-таки. Не знаю, прочитал, не прочитал вот это еще. И после этого он понял, что с вами чуть-чуть напряжено, потому что очень много вариантов. А люди не хотят сильно много думать. Они хотят, чтобы вы сужали вариант, а потом давали примерно то, что им надо. Ну, один, два, три, четыре варианта. Не десять. А у вас там, по-моему, ближе к этой цифре двузначной. Ну и, соответственно, он поэтому куда-то пропал. Вы ему с четверга не звонили, не писали, да? Нет, созвонились. Созвонились? Разговаривали с ним? Микрофон? Да. Что он говорил вам? Я уже не помню совсем, что с вами был. Мы конкретно с ним не помним. Ага. Ну, вы как звонили? Здравствуйте, Булат. Хотел уточки какие-нибудь удалось ли посмотреть? Да, удалось. Хорошо. Когда вам можно перезвонить? Пусть потом. Хорошо. До свидания. Так, что ли, вы говорили? Ну, начало такое же, но ладно. Все. Конец, решение не то. Коллеги, вам как, беседа моя понравилась? Да. Давайте разбирать беседу по частям. Дорогие друзья, ну как вам видео? Разогревайте ваши продажи в легкости. Если вы, кстати, реально устали от изнурительных продаж, стресса, тогда авторский курс небольшой продажи в легкости создан специально под вас. В общем, будет 21 урок, исходя из которых вы сможете начать учиться, вы сможете начать действовать и меняться. Готовьтесь. Итак, 21 день, определенное количество блоков и уроков и личные разборы со мной. Чтобы вот так вот никто вам не стучал в дверь и не говорил, плати кредиты, пора выходить или еще что-то. Чтобы вы сами открывали любые двери и управляли ситуациями. Вне зависимости от того, что происходит вокруг. Чего они делают, кстати говоря, а? В общем, качайте. Ссылка находится здесь, под описанием. По-моему, он вначале сказал, что ему неудобно говорить. Было дело? Да, да. И Настя, чтобы на это сказала? Что-то они, видите, чувствуют вас. Она не вас сканирует прямо. Вы где работаете? В каком агентстве? В этажах. В этажах, да, да. Ну, и год работать уже? Ну, для года надо чуть-чуть уже поагрессивнее. Ну, по-доброму. Кстати, у меня была какая-то агрессия к нему? Да нет, все просто. Он говорит, слушай, давайте на следующей неделе. Сейчас немножко неудобно. Я что сказал ему? Нет. До этого я что сказал? Какая фраза была? Правильно. Воспроизведите ее полностью. Воспроизведите эту полностью фразу. Я говорю, да я, знаете, давайте на следующей неделе. А вы так сказали. Сначала вы… Да, да, я вас понял. А дальше? Два уточняющих вопросов. Точно, да, да. Именно так и было, коллеги. Не спорьте с людьми. Вы говорите, да, да, конечно, конечно. Давайте на следующей неделе. Единственное, посмотрите, два вопроса. Правда, их было не два, по-моему, 22, да, если перечислить. Правильно? Ну, основных-то два, правильно? Основных-то два. Я помню, когда где-то вопросов 8 прошло, я говорю, и второй вопрос у меня. Помните? Помните момент, да? И он такой, блин, это, так кажется, это первое было, да? Ну, начинай еще вопросы. И, кстати, коллеги, я часто пользуюсь этой фишкой про два вопроса. И, кстати, ему комфортно было говорить со мной? Почему? Потому что я говорю про его жизнь, про его потребности. Более того, я успел еще сделать небольшие вставки. Во-первых, было много вопросов про него. Во-вторых, были вопросы по принципу ББС. Называется боль, бюджет, скорость. Скорость. Мне нужно было понять, насколько ты клиент для меня сейчас. С тобой стоит нянчиться сейчас или нет? Стоит с ним нянчиться сейчас? Да, по-моему, он сказал, что не в часток он готов купить, да? У него нормальное рациональное рассуждение. Рационально. Что в зиму не построить, нормально. Я ему предложил, помните? Вот с фундаментами стройся. Есть такие у нас варианты? Артем, есть? Реально, чтобы фундамент, правильно? Может быть, фундамент как раз под его квадратуру можно подобрать. Но реально, что в зиму и строится. Может быть, я не знаю, вам виднее. Или недостроить это взяли. Или только начали, и вот можно разное построить. А фундамент уже есть. Лента или сваи где-то еще. Или же про земельный участок. Это, конечно же, есть. Или, соответственно, третий вариант. Готовый дом вдруг там пойдет. В общем, главное, что у него есть проект. Мы уточнили его боль. Бюджет мы не уточняли, потому что у вас там было написано до 7,5 миллионов. Я не стал его пока дергать по этому поводу. Потому что у меня ответ был. А скорость я узнал. Соответственно, вот на три ответа я получил. Дальше у нас еще была вот эта вот часть. Помните, мы с ним немножко улыбнулись? Какой часть? Про семью, помните? Я говорю, трое, у меня четверо, надо больше. Он тоже улыбнулся, очень немножко зацепил. Он понял, он вроде парень адекватный такой. Мы как бы друг другу подходим по пониманию жизни. И если бы он сказал, знаете, а сколько у вас? Он говорит, а я один. Или я один живу с мамой. Я бы сказал, а нас четверо у меня дети. Понимаете, это было вообще не то, правильно? Я один живу с мамой. Я говорю, круто. Я какое-то время довольно длительно тоже жил и с мамой, и с папой. Могу это сказать. Да, да. Мне уже 41. Он говорит, а мне 39. Ну, не знаю, это было бы уже перебор немного. Но я бы просто ту фразу не сказал бы. В общем, у нас были моменты, которые вызвали эмпатию. У нас были моменты, которые добавили к конкретике и взвешиванию по квалификации клиента. По некому А, Б, С анализу. Вы знаете эту штуку? А, Б, А, Б, С, даже Д может добавить. Клиент А, когда есть, давайте вот так нарисую. Деньги есть и чего еще? И скорость, так нарисую. И скорость, готов он. Клиент Б, когда не хватает одного из параметров. Например, деньги есть, но не торопятся. К примеру, деньги есть. Тогда клиент Б. Клиент С ни того, ни другого нет, но вроде может что-то наклюется. Клиент Д вообще проходимец. Вот, А, Б, С, Д и анализ. И в первую очередь вам нужно с А и Б это сравнить. Ну вроде в основном-то А и Б, но если он сам обратился. Если исходящими звонками еще откуда-то, то часто бывают и Цшки тоже. Он, скажите, он клиент А или клиент Б? Пока что, вот по моим ощущениям, он еще А, пока что. Не до конца мы его проработали, сканировали. Если он с понедельника со встречи будет сливаться, и потом еще что-то пойдет, и мы что-то вскроем, возможно он переместится в Б. Если, А, мы дожимаем очень активно и не пропускаем сроки понедельника, а Б, ну, планируем иногда, Цшки уводят на год. Помните, у нас эксперт сказал, забудь. Забудьте, забудьте, забудьте. Понимаете, да, и на год уйдет, как дым. А потом перезвонит. Ну и соответственно теперь вопрос, что мы ему напишем. Давайте телефон, будем писать ему. Булату. Давайте вообще видюшку ему отправим тоже, да? Давайте. Ну что, раз уж, разошли такие. Вы меня так же будете обнимать. Он подумает вообще, что у нас четверо. Да, ты. Якуба на ютубе. Якуба на ютубе. Была добрый день. Вы пишете, была добрый день. Отправил. Дальше писать, я забыл пишите сами. Была добрый день. Ну что, давайте по логике. Логику включите, что мы напишем? Продолжить нашу голову. Вот этой ботвы не надо. Продолжение нашего разговора. В соответствии с договоренностью отправляю вам детали наших переговоров, которые мы обсуждали по телефону. Ё-моё. Ты можешь покороче, жду проект просто написать. Но это слишком коротко. В общем, вместо фразов продолжения нашего телефона разговора есть другие фразы. Например, рада была нашему знакомству. Рада была созвониться. Рада была вас услышать. Резюмирую наш разговор. Ну вот какие-то такие фразы. Вам понравился мой друг? Вот так пишите. И он такая скажет, да. И такое сердечко, да? Да, да. А вы такая агрессивный лайк такой. И типиши, он мой. Типа, да. Ладно, ладно, давайте. Была добрый день. Дальше. Вот думайте сами. Что вы написали? Вы слышали беседу? Вы слышали советы? Вы слышали некоторые реакции в зале? Вот давайте. Что вы пишете? Ваша логика включается. Вы должны думать о ней. Она не умеет. Вы тоже из этажей, да. Я вижу. Коллега ваша, да? Сдебет вас постоянно, да? Это ваш наставник внутри, да? Ага, знаете, есть такие коллеги, которые за счет вас такие чувствуются сильнее. Да. Это не про вас, конечно. Да, да. Итак, Булат, добрый день. Давайте вот сами. Давайте включайте логику. Вот как голова ваша работает? Ну, я бы сказала, рада была поговорить. Ну, как я сказала? Нормально, пишите. Рада была поговорить, реально? Ну, не я же разговариваю. Не вы разговариваете, что делать тогда? Рада была. Рада была, чтобы поговорили с моим другом. Все-таки другом, да? Что? Рада была. Ну, давайте. Рада была. Ну, будет рада. Рада была. Не знаю. Рада была. Запятая. Что? Давайте логику включать. Итак, программа «Что, где, когда?» Вопрос на 50 тысяч рублей. Вариант А. Рада была, что вы говорили с моим другом. Вариант Б. Рада была. Может, что у него уже есть в какой-то проекте, что… Ну, как-то с этим связали. А лучше всего по-другому. Пишите, я продиктую вам. Был от добрый день. Мой коллега Владимир передал мне, что вы с ним поговорили. Мой коллега Владимир передал мне. Владимир, ваш коллега. Может, помощник Владимир. Да, мой коллега Владимир передал мне, что вы созвонились и обсудили план дальнейших действий. План дальнейших действий. План дальнейших действий. Жду ссылку на проект, чтобы подготовиться к встрече в понедельник. Чтобы подготовиться к встрече в понедельник. К встрече в понедельник. Точка. Получится отправить сегодня? Да, но можно? Нет. Можно, можно, улыбочку можно. Получится отправить сегодня? Только у вас улыбочка такая с кратными щечками, нормально. Ну, вы же девочка, можно, он мальчик, все нормально. Получится отправить сегодня? Надо писать большую букву. Отправить сегодня, а после знака вопроса, скобочка. Скобочка, да. Все, отправляйте. И знаете, еще, вот если бы у меня был какой-то проект, вот небольшой. Вот у меня есть план эвакуации, например, но это не то. Все, если бы у меня был проект, я бы реально еще видюшку снял, о котором мы говорили. Дайте каталог. О, давайте, сейчас видео снимем. Доставайте телефон обратно, сейчас будете поражать его. О, супер, вот, вот, отлично, отлично. Включайте WhatsApp, направляйте камеру к себе. Что у меня открыть? Артем, вот номер, К1, вот это хороший проект, 92 метра, шикарный. А, 150, Артем, откройте, 150 быстренько. Вот сейчас, как найдете? Готовится, смотрите, готовится. Это, знаете, как перед выстрелом снайперы такие, что-то протирает, а еще такая. Есть 139 и 159. Есть 139 и 159. Давайте, 159, давайте. Все, направьте камеру к себе. И... Ага. И вот так вот, да. Можно без меня? А что должна говорить? Ладно, давайте так, смотрите, камеру обернете. Сейчас камеру оборачиваете. Вот так камеру оборачиваете, снимаете сюда, а потом к себе разворачиваете. Договорились? Только без наших коллег, хорошо? Вот так? Да, только коллег не надо затрагивать. Так ракурс некрасивый. Так ракурс некрасивый? Ладно, давайте обернете к себе, хорошо. В инстаграме? Не надо, не надо. Все нормально, сразу отправляем. Сразу открываете WhatsApp. Не надо. Сразу отправляем WhatsApp. Все, нажимаете камеру, направляете к себе. Я подержу. Я подержу. 159 метров. Просто откройте. Да, кстати, фраза просто будет. Да, кстати, отправляю вам... Вот, да, кстати, я сейчас на переговоры с компанией «Вамдом». На переговорах. На переговорах и презентации компании «Вамдом» и довольно интересный проект, 159 метров. И плюс у меня еще есть несколько вариантов с земельными участками. Но об этом обсудим в понедельник. Все, до звонка. Коротко. Еще раз, две мысли. «Вамдом» и «Просто земельный участок». «Вамдом» сейчас, земельный участок, понедельник. Запомнили? Потому что если у него будет ощущение, «А, она сейчас «Вамдом» мне будет только продавать одно и то же, я это не хочу, к примеру». У него альтернатива не будет. Поэтому вы говорите, вот просто каталог под рукой оказался, я вам показываю планировку «Вамдом». Но у него, напомню, своя планировка уже есть. Просто вы показываете варианты. Скажите, да, кстати, есть интересный коттеджный поселок, там примерно такие дома строят, 159 метров. И там есть как раз земельные участки. Есть там земельные участки? Ну вот, пример. То есть вы не рассказываете, не продаете дом, который ему не нужен, но потому что он сказал, у него свой проект. Вы просто говорите, вот в этом коттеджном поселке есть подобные дома. Можно такой же земельный участок взять или же можно построить. Все, давайте сами дальше. Оборачивайте к себе, сразу пишите. Настя, нажимайте, нажимайте. Ну что, опять я, что ли? Давайте, пишите. Да. Пишем, пишем. Нормально, я сейчас поверну. Я сейчас поверну. Давайте, я микрофон убрал. Так, да, кстати, сейчас на презентации вам дом. Да. Есть проект 150 квадратов, как вы хотите. Да. А дальше? А дальше еще есть земельные участки пустые там. Можно построиться. Все, понятно? Да. Убрал микрофон. Ну да, да, конечно, причесаться надо. Блин, а я тоже чуя это. Все-таки булав. Погнали. А, это фото. Видео слева. Я никогда видео не отправляю. Да, я понял, вот так. Да. Все, вот одна кнопочка. Одна кнопочка. Раз. И вот кнопочка в сторону. Вот, да. Да, кстати. Да, кстати, сейчас на презентации проекта вам дом. У них есть вот такие проекты. Ну, какая-то. Это нормально все? Нет. А что вы? Нормально? Да, кстати, сейчас булав я на презентации проекта вам дом. У них есть в поселке Чебакса вот такие проекты. 150 квадратов как раз. И также есть земельные участки. Можно рассмотреть эту локацию. Нормально, да? Все, стой, дайте секундочку телефону. Теперь нажимаем сбросить и переписать. Давайте, шучу. Ладно, ладно. Отправились, отправили Булату. И Булат такой женатый человек. Получает. Вам видно видосы вначале, да? Вот с таким вот этим. Возможно, Булат посмотрит это видео не один раз. Но Булат точно применит. Да, да, да. В поселке Чебакса вот такие проекты. 150 квадратов как раз. И также есть земельный участок. И подходит ему такая гульнаса и говорит, кто это? Ты с ней будешь встречаться в понедельник? Ну, примерно так. И она еще пишет такая, получится отправить сегодня. скобочки, улыбочки. Ё-моё. Нормально. Ну че, молодец, да? Правильно, круто. Умница. Вам понравилось? Обниматься снова, да? Ну ладно. Спасибо большое. Спасибо. Павел исполон, Настя. Спасибо, молодец. Якуба на ютубе. Якуба на ютубе.